В общежитии на Ленина 61 Богдан Назаров с женой и дочкой живёт почти два года. В распоряжении две светлые комнаты, небольшая, но практичная кухня. Все необходимые удобства. Благодаря желанию и приложенным усилиям, блок в девятиэтажном здании превратился в квартиру мечты. «Рядом школа, буквально два шага пройти. Также и садик, и до центра, даже пешком минут 10. Мы сделали уже ремонт для себя, потому что мы здесь останемся не на один год, чтобы было хоть немножко комфортно». Виктория Григорьева с семьёй уже четыре года проживает в блоке общежития на Ленина 92. Две уютные комнаты, кухня, ванная, уборная – всё для комфортной жизни. По словам хозяйки, помещение предоставили в хорошем состоянии. Однако с мужем приняли решение сделать ремонт под себя. В планах заменить окна и потолок. Из очевидных плюсов – удобное расположение, хорошие соседи, низкий ценник. «Соседи действительно у нас практически все семейные здесь люди. У нас одиноких буквально пальцем пересчитать. И хорошие люди. Вообще хорошо. 52-я пройти до Георгиевского. То есть, соответственно, троллейбусы, автобусы. Нет, нормально всё. И плюс магазины шаговой доступности. Конечно, всё хорошо». Кто может получить место в общежитии? В списке – молодые специалисты, семьи, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Всё, что необходимо – пакет документов и заявления. После – обязательное заседание комиссии. «Гражданам предоставляется возможность ознакомиться, посмотреть данные жилые помещения. Если их устраивают жилые помещения, значит, мы подписываем договор. Далее человек регистрируется, проживает, делает ремонт. Как правило, все жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии». Всего на балансе ЖРЭ у Ленинского района 20 общежитий. В них уже обживаются 17 молодых специалистов и 6 семей. В комнатах вовсю кипит бурная деятельность – ремонт, наведение чистоты и порядка, создание своего уютного гнездышка.